Знаете, у нас общество меняется, комфорт делает людей черствыми. Я как-то ехал из Питера в Москву, и краем уха случайно услышал разговор одной девушки из Питера, такая вся пафосная дама. И она парню объясняла, как ей скучно жить. У нее все есть. У нее есть квартира в Санкт-Петербурге, у нее есть квартира в Москве. Она постоянно ходит в театр, в театрах ей не нравится. Она ходит в рестораны, в ресторанах ей не нравится. Уже все приелось, ей чего-то хочется необыкновенного. Я хочу, я революцию хочу, я хочу чего-то, я вот выписк чувств каких-то хочу. Понимаешь, мне уже все это надоело, да, жизнь надоела. Я хочу вот что-то такое, что меня вставит, извините за выражение. И вот послушав этот разговор, я понял, что общество все больше развращается и, ну скажем, перестает ценить то, что есть. Когда мы видим людей, которые в воле случая оказались в этой ситуации, стали инвалидами, но они продолжают бороться, они достигают результатов, они там бьют рекорды и они соревнуются, да, там, просто, мне кажется, это очень хорошая профилактика для вот такого отношения к жизни. Потому что это напоминание, что никто не вечен из людей. И только благодаря духу, силе можно преодолеть. И человек это не просто голова, желудок там и так далее, это еще немножко другое. Поэтому я считаю, что то, что мы провели Паралимпиаду на таком высоком уровне, это очень важно и это очень большая заслуга. И она, на мой взгляд, подействует отрезляюще на большую часть нашего общества, потому что, конечно, мы черствеем, к сожалению. Продолжение следует...